всем привет с вами не агара и мы продолжаем рубиться в ведьмака пешки давай давай парни наши на бубе не лись так давайте я вино разлил и влез в него и ты стал на колени чтобы это увидеть если бы я нагнулся меня бы вырвало молодцы ребята круто вы устроили вечеринку мы сейчас еще 3 мотыльника он пошел за добавкой и таки не вернулся так нет а он бежать не может просите в этом состоянии никак не побежать ходят такие орудь по замку вы наверное мешаете и спать вас слышно за 3 9 земель пинчуга вылезай пинчуга вы не пинчуги часом слышишь как спит по моему дыхание раненые верные лера значит дошло до боя почему по моему поранился об кого он же одним меньше с келью где-то здесь он спит давай давай ну храпит живот я горит пошел за добавкой и уснул со своим верным звоночком эй эскель подъем что что случилось ты заднимал парень мы в 3 жопы вот что случилось вставай пошли пить оставьте меня я сейчас сблю стоит нам втроем собраться всегда этим кончается значит надо найти четвертого а еще лучше бабу кроме ян тут никого нет и выше не будить поверьте мне а что-то чародейка с которой ты говорил ты подумай мы включим мегаскоп пригласим ее вежливо она к нам телепортируется может и подружек прихватит ну что скажет такая идея могла прийти только пьяному в голову больше не пей ламберт тебе уже хватит ты просто завидуешь что сам до этого не додумался надо же любом от нам портить всю забаву у меня нет сил спорить гениально лично нет да я тебя одним пальцем уложу успокойся хочешь подраться хочешь ну вот зачем эти пьяные бузычёры устраивают такой спокойной ночи такой геральт я спать ребята я все ну пьяное дебоширство уже началось ничего хорошего спал он похоже где-то на полу у тебя янг не пустила до или он не дошел до кровати дурацкий сон голова болит наверное у нас что тут вижу все уже на ногах сколдовываем да привез он его обратно в таком же состоянии уму этого разит перегаром эта шляпа дорога мне как память вам успокойся все отстирается в угол их потом поставишь а сейчас за работу ты что-нибудь узнал ничего не вышло да очевидно что ничего не вышло может быть он что-то узнал новое весь мир узнал что-нибудь пока вы носились за вилохвостами и играли с мегаскопом я осмотрел ум и вот что я заметил когда его сознание скажем так расслаблено он ведет себя по-другому когда он засыпает у него движение меняю взгляд но только на мгновение поэтому я ввел его в транс сначала ничего не происходило но когда он впал в летаргическую фазу я что-то услышал вздох или стон и это был не голос умы не представляю как нам это поможет ну то есть тогда молчи реально кто-то заключен запасе весны и прости за то что я тебе парни рассказали что мы собираемся делать да и мне это не нравится но я доверяю тебе ну что же ну ладно и что теперь можно начинуть им надо только приготовить зелья а почему меня почему не сделали этого раньше потому что препараты для испытания крайне реактивны их надо использовать сразу после приготовления ты доволен геральт приготовь эликсиры она все-таки немного нервная спирта очень любит объяснять свои действия прошлой ночи и продезинфицирую инструменты ну мальчики 1 2 1 2 командирша собрать необходимые ингредиенты не знаешь кто скрыт в теле ну пойдем собирать все они вот здесь подсвечены хорошо готовить экстракт трав ой не сюда алхимия давайте посмотрим что мы тут можем приготовить может быть что-то еще может быть что-то что я забыла еще сварить меня тут много уже есть как вы видите для многого еще не хватает ингредиентов тракт трав готовим так есть что-нибудь что-нибудь еще вкусненькое о зеленый мутагенчик давайте забабахаем нет ну и все на этом все самый уродливый человек в мире вот так вот его зовут ума коротко ума зелья готовы инструменты тоже хорошо висимир вытяжка чертова корня чтобы приглушить боль я знаю я это уже делал ски будут пытаться ровы ему вены и вставь трубки геральт расставь эликсиры по подставкам она только раздает указания я думала на сама все это будет делать она мальчиками команды готовы не любит она как даровать свои действия про влюблено нервничать да похоже будет больно уме ну что же нас на другого выбора если я сказала что так должно быть чертов корень подействовал если бы он не подействовал ума уже впал бы в полевой шок и умер значит все в порядке нет без боли на все в пределах нормы давай следующий эликсир пырей с одной стороны конечно пытка но с другой стороны я надеюсь я надеялся что мне больше никогда не придется на это смотреть зачем тогда оставил стол так превращают мальчиком гераль видимо следующее зелье пытают вот такими зельями испытания как бы ну чтобы они монтировали мутагены будут глаза у них поэтому появляются силы ой си кайфил что теперь теперь будем ждать пока эликсиры сделают свое дело день или даже больше да вы ждите а мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие организм умы не так гибок как у юного кандидата в ведьмаки без помощи он мило эскель прости ты не мог бы сейчас тряпку принесу ты не мог бы почему-то эскеля попросила мир это вытереть все это дело а нет вместе стали мыть пол я не верю что мы это делаем вытираем блевотину с пола я про испытание если там цири испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции ты думал об этом я думаю конечно он думал об этом нет выбора выбора нет конечно но и ем знает что делает ем знает что делает не сомневаюсь но мы-то знаем что она делает она тебе говорила какой шанс что все получился господа пол чищи уже не будет а меня надо бы протереть да если смысл на полу на воде чистоту нет в кругом такая грязище не обижайся но я бы предпочла чтобы это сделал гер понятное дело я тоже геральту доверил ответственную миссию протирание своей одежды кто спит кто просто ждет сложнее всего иен удерживать это заклятие это нормально да тело умы распадается изнутри когда процесс завершится надо будет сформировать его заново или он умрет вам ведьмакам давали для этого мутагена а мы будем использовать заклинание то есть у них начался процесс вот как муков еды травы но потом засыпаешь не мутаген чтоб превратился в ламках и нет вот и да тогда сделай что нибудь чтобы я не заснула могу тебе ущипнуть до синяков может а сейчас просто расскажи мне что-нибудь ну вот рассказ это как раз таки усыпляют что-то бодрящего люди купил мне меч вот это наверное весь вышел историю брата как мы с цири катались на коньках нет не припомню зимой когда она тут училась цири жаловалась что я слишком суровый учитель сначала пыталась отлынивать потом она попросила меня покататься с ней на коньках я не хотел я раньше никогда не ездил но она настаивала и только мы вышли на лед она начала носиться вокруг меня и кричать нет не так работай ногами одна вторая перекрест нет плохо пятка не тормози не носком нет нужды говорить что после этого он проснулся пора пора снимать заклятие готовь филакторе она выдержала молодец не знаю даже сколько она не станет полнот все поднималось не вышло нет нет не позволю желтый флакон у меня в сумке слушай что-то все-таки проезжает коаль коаль каньатов нельф коаль каньатов нельф арива гераль открывай филактерий каньатов что мы там заперли интересно сущность какая-то или что это кто по-моему это мужик это не цири да а волок ты знаешь его да эльф знающий где цири сразу давай его допрашивать прятана остров туманов на там небезопасно охота остров тумана что хоть от нее надо но это я примерно догадываюсь где остров туманов где это во всюду нигде слушай знающий мы снимали заклятини для того чтобы в загадки с тобой играть вот 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 что на скеллиге плыви за мир вам голову торопись быстрее да на скеллиге очень много я пытался защитить ее но проклятие охота еще не нашла остров пока это вопрос времени но если она уйдет они найдут ее сразу хватит геральт смерть еще не отпустила его да хватит его допрашивать он выдержит уже не важно мы только погнали за цири я еду за цири постой тебе не кажется что ты должен нам кое-что рассказать откуда ты знаешь этого оволакха какое он имеет отношение к цири Йеннифер вам все объяснит главное приглядывайте за ним он не друг может и нет но цири ему доверяла и отмахиваться от его слов не стоит ты слышал что он сказал заберешь цири с острова туманов и охота тут же возьмет ее след и что тогда посмотрим мы будем ждать а какие есть варианты у нас что ты предлагаешь цири не может убегать вечно однажды она запнется и второго шанса у нее не будет пора добыча стать охотником геральт найдет цири и приведет сюда ее и охоту они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы мы собираемся с ними сражаться мы пятеро в этой развалюхе а у нас есть выбор кроме того зачем откладывать неизбежное красавчик мог бы найти еще пару бойцов которые умеют мечом махать или владеют магией я соберу союзников хорошо я заберу цири и найду союзников отправлю всех сюда есть пара особ с которых можно стрясти долги какие-нибудь приятные девицы они самые а вы чем займетесь а вы что собираетесь делать мне придется заботиться о бавалахе он умрет без постоянной магической поддержки если я помогу ему шансы есть немного но все таки мальчики и я подумаем как встретить наших незваных гостей для готовят им тут пора в дорогу приятный приемчик и передавай привет ласточке возвращайся быстрее герой ну то уж как получится тоже надо цири найти а потом еще собрать сторонников так обойти знакомых чтобы набрать союзников для битвы с охотой давайте посмотрим у нас наверное это да черти сколько мест так все наверное да все места очуметь просто очуметь хорошо ну для начала нам нужно попасть к телепорту давайте я это всю эту беготню записывать не буду а только самые ключевые моменты наверное сами разговоры наверное вот такую сделаем нарезку сами разговоры с союзниками чтобы понять кого мы можем к себе как бы позвать сюда на помощь потому что беготни здесь будет это и очень много все это просматривать будет утомительно как я тут путешествую по всем локациями собираю наших подмышленников новое задание как мы видим да так тихо спокойно так что так вот и сделаем ребята сейчас будем разговаривать с золтаном один из о виберлель ну что он какой то ой и лютик здесь ну что сюда не все тут собрались что так охотники золтан золтан сыграем винт мне нужна помощь мне нужна помощь мне нужна твоя помощь мне нужна твоя я знаю где цель так что мы здесь сделаем поехали за ней я-то поеду но для тебя у меня другое задание я хочу чтоб ты отправился в каэр морхен я привезу цири туда вскоре после этого по крепости ударит дикая охота и тогда твой топор нам очень пригодится можешь рассчитывать на меня и на мой топор спасибо увидимся на месте висимир эскель и ламберт уже там готово один есть теперь поговорить здесь так я добежала до диэкстры давайте его позовем на помощь да чего ты хочешь я тебе помогала теперь ты мне помоги я сомневался обращаться ли к тебе да что там мне нужна помощь ооо тебе нужна моя помощь это даже интересно излагаю я знаю что скоро дикая охота нападет на каэр морхен я пытаюсь собрать все возможные силы и средства чтобы дать ей бой дикая охота только не говори мне что ты веришь в эти бредни это не бредни я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре ммм прости но у меня сейчас полно своих неприятностей я все еще не отыскал свою пропажу а твоя помощь пошла псу под хвост так что я тебе ничего не должен отказ вот это да вот это номер ну ладно раз видимо я не выполнила какой-то квест или что почему он так не согласился мне помочь следующая цель роше геральт из ривии живой и здоровый давай-ка помоги нам что ли хоть ты нужно твоя помощь в каэр морхене я хочу привести туда цири а за ней должна появиться дикая охота ты не отвернулся от меня когда я был в беде и я отплачу тебе тем же благодарю в бою который нас ждет твои умения могут оказаться незаменимыми я подумаю брать ли с собой бьянку в любом случае до встречи в каэр морхене и того у нас уже двое союзников хорошо неплохо еще два места нужно посетить это скеллиге и нильфгард император ведьмак что тебя привело я узнал где цири наконец-то я уже начал думать не зря ли я обратился к тебе привези ее немедленно ее преследует дикая охота цири будет в безопасности только в каэр морхене это не предложение а приказ я сумею защитить собственную дочь фига себе не сомневаюсь нет я в этом сомневаюсь сомневаюсь дикая охота это не те мерзкие щитоносцы и не лучники из лирии если дать им бой здесь мы поставим под удар всю визиму сотни невинных душ вокруг каэр морхене никто не живет да и твоим войскам будет свободнее согласен я пошлю с тобой хоруковь но с одним условием командовать будет генерал ваорхес я не могу на это согласиться а я не отдам войска под командование ведьмака в таком случае думаю мы не придем к согласию прости что занял твое время динамо приведи мне цири да если она согласится а она явно не согласится что ж последняя у нас скеллиги и остров туманов тоже где-то там неподалеку отправимся сейчас туда что-то мне почему-то кажется что этот мышь не согласится мы так напортачились его маской мы можем поговорить давай-ка помоги нам дикая охота скоро нападет на каэр морхен мне нужна твоя помощь дикая охота ты уверен? то есть ты нашел цири? практически я знаю где ее искать и знаю что когда найду ее всадники охоты сразу об этом узнают я сейчас же начну сбор и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра спасибо не за что я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее увидимся в каэр морхене смотрите-ка я ошибалась он согласился это круто и того у нас три да пока что три помощника братьев по оружию так очередной наш вероятный союзник это крах скажу тебе геральт после того как вы с ялмором одолели ледяного великана ты для меня один из нас это здорово значит ты должен мне помочь у тебя сердце анкрайта это нелегко но я должен попросить тебя об одолжении говори друг я знаю где цири но знаю также что когда я до нее доберусь дикая охота тотчас об этом узнает они придут за нами и мы должны будем ответить на их удар я могу на тебя рассчитывать сперва черные теперь призраки ну что поделаешь приводи цири сюда и мы дадим им бой нет сюда не надо ты упоминал о ней в гарде это о чем я не могу рисковать твоими людьми местом битвы станет каэр морхен каэр морхен в сотнях миль отсюда а то чтобы перебросить туда войска уйдут недели да и оставить острова беззащитными перед нивгардом я прости я не могу этого сделать ах ты паразит в таком случае не буду отнимать у тебя время прощай постой я не оставлю тебя совсем без помощи пойдем со мной а чем он там мне еще может помочь прекрасная работа меч у тебя талантливый кузнец не у меня а у короля эрланда анкрайта у эрланда каменного кулака то есть это клинок зимы я думал его не существует он выкован в махаками закалён в огне дракона принадлежал роду анкрайта в столетия и теперь он твой это крутой подарок спасибо спасибо я понимаю как нелегко это для тебя и чем дороже для меня твой дар никого не даст нам в помощь но у нас будет крутейший меч я надеюсь что он такой не хуже тех которые у меня есть кто тебе служит отправь этих призраков туда откуда они явились так я и сделаю непременно я сейчас только гляну что ты там за меч мне дал есть у нас еще один кандидат в помощники это керис давайте поговорим королева ты позволишь отвлечь тебя на пару минут Геральт ну что ты я та же что и раньше кроме титула ничего не изменилось поможешь или нет я хочу просить тебя о помощи что случилось крах ведь говорил тебе о цире правда ты ее нашел пока нет но я считаю в шаге от нее беда в том что когда я ее найду дикая охота сразу поймет где мы находимся поэтому я хочу забрать цире в кайр морхен и там дать призракам бой и поэтому мне нужны союзники я не могу сейчас покинуть острова но я дам тебе моего лучшего воина хьялмара думаешь он согласится наверняка да еще и обрадуется ты же его знаешь это точно спасибо вам его помощь наверняка пригодится удачи и так у нас есть некоторые союзники они совсем одиноки и на этом ребята я с вами попрощаюсь а цире будем искать уже в следующей части впереди у нас эпичная битва за кайр морхен вернее за цире до скорого всем пока